Здравствуйте! В библейском портале Экзегет продолжаем разговор о исторических книгах. После книги судьи израилевых следует в Библии небольшая книга, такая повесть, можно сказать, о личной судьбе человека. Но, собственно говоря, все книги библейские излагают нам некие судьбы, конкретные человеческие судьбы, в которых и осуществляется судьба народа. Не как без личной массы, а как личностей, предстоящих Богу, или сопротивляющихся Богу, или послушных Богу, или героически способных бороться ради победы истинного Бога. Так или иначе, в личностях осуществляется божественный замысел. Бог человека встречает как личность другую личность. И мы говорили с вами о том, какой великий дар получил Израиль, когда Господь назвал имя свое Моисею. Так вот, это означает, что как личность обратился Бог к Моисею, как сказано там, Моисей знал Бога лицом к лицу, как с другом говорил. Так вот, это существенно. В отношениях личных находится человек с Богом. И не случайно именно та или иная судьба человеческая, конкретная деяние того или иного героя, или судьба личности человеческой, раскрывает путь Божий к народу и путь народа к Богу. Так вот, книга Руфи начинается так. «Все дни, когда управлялись судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женой и двумя сыновьями своими жить на полях Моавицких. Имя человека того Елемелех, имя жены его Ноэминь. Имена двух сыновей его – Махлон и Хелион. Итак, на этих полях Моавицких, то есть в чужой земле, в чужом народе, живет семья. Но человек этот умирает, жена его остается вдовой, а остается тем, умирают и сыновья ее. Она остается с двумя невестками. Это крайне бедственное положение, ведь женщина сама по себе не могла как-то управить свою жизнь независимо от семьи, которая должна была бы принадлежать семье отца или семье мужа, ну или хотя бы быть принятой в семью своих родственников. Понятно, что Ноэминь уходит из Моавицкой земли, и с ней идут ее невестки, которые тоже без пристанища. Она предлагает им вернуться к своим, а ведь они обе муавитянки взяты были сыновьями в земле Моавицкой. Вот. Она предлагает им вернуться в свои семьи, и одна из них, хоть и не сразу соглашается, видимо, привязана была к своей крови, но возвращается в семью, откуда пришла, а другая, Руфь, иначе. Но Иминь сказала Руфе, вот, невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам, возвратись и ты вслед за невесткой твоей. Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой бог моим богом. И где ты умрешь, там я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает смерть одна разлучит меня с тобою. Вот такой выбор. У Руфи никаких перспектив выгодных для ее жизни жить с новыменью, обедневшей, несчастной, уже нищей свекровью, не было. Но она хотела быть с ее народом и с ее богом. Она выбрала бога истинного. Но Руфь уверовала в того бога, которому принадлежал народ Ноеминь, и к которому возвращалась Ноеминь. Ноеминь, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. И шли обе они доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорит, «Это Ноеминь!» Она сказала им, «Не называйте меня Ноеминью, а называйте меня Горькую, Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть, а Ноеминь в переводе означает «приятная». Так вот, не называйте меня приятную, я теперь сама Горечь. Однако, так ли, так ли, нищенские, но они с Руфью живут. Руфь ходит на поле, на которое работают жнецы, подбирать за ними колосья. Надо сказать, что это входило в правила жизни, в закон, по которому должны были жить израильтяне, не обирать поле дочества, а кое-что между снопами оставлять, чтобы он мог подобрать бедный. Также не отрисать дочество маслину, но тоже оставлять какие-то ягоды, чтобы они достаться могли бедному человеку. И так она подбирала за жнецами на некоем поле, которое принадлежало Ваозу. Ваозу – жители Вифлеема тоже. И вот как-то, как сказал Ваоз слуге своему, приставленному к жнецам, чья это молодая женщина, слуга, приставленная к жнецам, отвечал и сказал, это молодая женщина-муавитянка, пришедшая с Ноеминью, с полей муавитских. Она сказала, буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов. И пришла, и находится здесь с самого утра, и доселе. Мало бывает она дома. То, что немного, а вот ей удается собрать, этих зерен, из тех колосьев, она проносила, и этим они с Ноеминью питались. Ваоз, ну, конечно, наитим от Бога, велит ей не смущаться ходить за жнецами, собирать, позволяет пить из сосудов, которые приготовлены для жнецов, и даже позволяет ей поесть с ее, с его слугами. Он сказал ей, время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой уксус. Ну, словом уксус, переведено, видимо, понятие так, соус, в который обмакивали хлеб, когда ели. И села она возле жнецов, и он подал ей хлеба, а наела, наелась, и еще осталась. И потом, когда пришла домой, то эта оставшаяся от трапезы подала Руфи, подала Ноеминь. Ноеминь, узнавший, что это ВООЗ, на поле которого Руфи, собирала колосья, как-то предусмотрела вот такую возможность для Руфи найти пристанище в его доме. Так, попросту говоря, понравится ВООЗу. Научила ее, как поступить. Дочь у меня, говорит Наеминь, не поискает ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было? Вот ВООЗ со служанками, которого ты была, родственник наш. Вот он в эту ночь веет на гумне ячмень, умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и поделай гумно, но не показывайся ему, так улья не кончат есть и пить. Когда уже он ляжет спать, узнай место, где он лежит, тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать. Ну, то есть, как бы так пригреться рядом с ним. Руфь так поступила, ВООЗ спрашивает, кто ты, когда проснулся, убедил около ног своих и подалеку. Я, Руфь, раба твоя, простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник. То есть, простри крыло твое, иначе говоря, будь покровителем мне, ибо ты родственник. Он действительно был родственником Ноэмини, вернее, ее мужа. Дочь моя, не бойся, отвечает Еваос, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты, женщина, добродетельная. Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Итак, он предлагает ей приблизиться к другому человеку, который имеет как бы более право на покровительство над Руфью. Дело в том, что по их, ведь, как вы знаете, наверное, по их закону, женщина, чтобы быть не брошенной, так сказать, не оставить без потомства своего умершего мужа, должна была стать женой брата или кого-то из ближайших родственников, тем самым продолжив род, что было важнейшим для Израиля, продолжить жизнь народа и сохранить территорию, которая принадлежала этому семейству, поля этого семейства в родстве. Баос приглашает прилюдно, то есть при других старейшинах города, сидя у ворот на скамье, когда проходил тот, другой родственник Нуемининного мужа, приглашает его и говорит ему, что вот Нуеминь, которая пришла из полей Моевицких, продает свои поля также и ее невестка Руфь с нею. Так не приобретешь ли ты эту землю, а с ней вместе и значит право взять в жены Руфь. Тот отказывается, потому что нарушило бы его семейное разделение земли, он не мог взять Руфь. И тогда Ваос берет Руфь под свое покровительство. Она становится его женою. И сказал весь народ, который при воротах и старейшины, мы, святели, да заделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев, приобретай богатство в Ефрафе и дославится имя тобой Вифлеями и добудет дом твой, как дом Фореса, которого родила Фомарь Иуде, от того семени, которое даст тебе Господь, от этой молодой женщины. Итак, это не просто частная история Руфи и Вооза, это не просто удача Ноэми, которая теперь уже может по праву опять называться не горькую, но приятную Ноэминию. Это правда, которую удостоверяет народ. В этом супружестве будет продолжение рода, подобное тому, как продолжил род иудейский Иуда от Фомари и так то будет и Вооз отцом многих потомков от Руфи. Наимине восклицает «Благословен Господь, что Он не оставил тебя, говорит она Руфи, безнаследника, и да будет славное имя Его в Израиле. Он будет тебе отраду и питателем старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучшая семья семи сыновей». Вот эта речь Ноимине имеет какой-то пророческий оттенок, дух, когда она торжествует рождение ребенка у Вооза и Руфи. «И взяла ноиминьде чаще и носила его в объятиях своих и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили о наимине родился сын и нарекли ему имя Овид. Он отец Иесея, отца Давида». Вот как интересно. Рафф так из города Иерихона Блудница, которая пустила солидатаев Иисуса Новина, вошла в народ израильский и стала матерью Вооза. Руфь измовитского народа, принявшая от всего своего, так сказать, видимо, какого-то интуиции духовной, от всего своего, от всей преданности своей, к Ноимине и её семье, принявшая закон Израиля. Эта Руфь становится бабкой Давида. Пути Господни идут путями не просто, так сказать, географически или этнографически однозначно конкретными, из другой земли, из другого народа может явиться человек, который своей готовностью посвятить жизнь Богу истинному, принят народ Божий. И дальше эта книга Руфи, маленькая такая, буквально тут сколько, четыре страницы этой повести кончается так, похоже на то, что мы читаем на первой странице Евангелия от Матфея. Книга Руфи кончается так. И вот род форесов. Форес родил Исрома, Исром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Инаассона, Наассон родил Салмона, Салмон родил Вуоза, Вуоза родил Овида, Овид родил Иссея, Иссея родил Давида. Мы подходим в этой истории, казалось бы, такой частной, простой истории жизни Ноэми и Руфи, мы подходим к рождению Давида, который есть предок Христа Спасителя. На этом мы кончим разговор о книге Руфи, на следующей встрече которая будет посвящена книгам Царств. До свидания. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok